Дом там, где семья. А в банке Дом.РФ 16,2% годовых по вкладу на 3 месяца. Самый главный вклад в семью. Всем привет, друзья! С вами Оля Качанова, как живут другие. Сегодня мы находимся в старом фонде, в квартире 60 квадратных метров. Но мне сразу хочется сказать вам, что выпуск сегодня просто невероятный. Мы находимся у профессионального, очень талантливого архитектора с огромным опытом. И сегодняшний рассказ больше не про эту квартиру, а про то, как вы можете сделать у себя. Самое главное, зрите в корень и пытайтесь уловить смыслы, а не картинку. Ну и, конечно, тем, кому понравилась сама картинка и практичные идеи, наслаждайтесь. Я жду вас в комментариях. Пишите, готовы ли вы жить в старом фонде или в новом. Давайте это обсудим. Можете там ставить просто лайки, сердечки, если вам понравилось это видео. И, конечно, не отвлекая вас от этого невероятного видео, идем смотреть, как живут другие. Таня, привет! Привет! В очень необычной квартире мы с тобой находимся. Я обычно спрашиваю площадь и высоту потолков. И что вообще здесь происходит? Площадь около 60 метров. Потолки 2,60. Ну, поскольку это старый немец, тут есть нюансы. И где-то они могут быть на 2 сантиметра повыше, пониже. Работа проведена колоссальная. Куб позади тебя полностью перечеркивает ощущение, что это старый фонд. Ты, как архитектор, я вижу, насколько вложилась. Давай с тобой прям пройдемся по деталям. Давай, во-первых, с планировки. Что там внутри в этом кубе? Этот куб, он полностью хозяйственный. Это все, что обычно занимает достаточно много места. И, к сожалению, делит и режет наше удобство и наше восприятие пространства большого. К тому же это немец. У немцев есть такая побочка. Видимо, не с самого начала здесь были просторные санузлы. Это были просто жилые комнаты, которые впоследствии, думаю, что это начало века прошлого было, делились на дополнительные комнаты. То есть просто между одной комнатой и другой вставляли помещение, у которого было назначение санузел. Из-за этого в Калининграде такое встречается часто. Мы видим на фасадах, и в этом доме это тоже есть, разделение окна. Как бы совершенно неочевидная вещь, но просто было так поделено. Вот стена сюда пришла, здесь ставили окошко для санузла, здесь оставили для комнаты. Получилась и комната очень узкая, и санузел такой, что непонятно, что и как там, особенно под наши потребности современного человека расположить. Такие длинные-длинные вагончики. Ну и посмотрев на это все, у меня было желание видоизменить, сделать побольше функции внутри, побольше пространствий снаружи. Получился как бы комната в комнате. Какие большие-большие плюсы от этого. Любое помещение, его простор и его объем воспринимается нами по пространству пола открытого и по пространству открытого потолка. Поэтому, поскольку у нас весь периметр открыт, не заставлен мебелью, мы его видим, мы его созерцаем, к тому же у нас еще и зеркала. Сейчас поговорим. В ключевых моментах у нас есть ощущение, что это просто такая большая, огромная комната почти 30 метров, в которой просто посередине стоит некий шкаф. А комната осталась 30 метров. То есть изначально мы имели одну маленькую комнатушечку 15 метров, коридорчик, маленькую кухоньку и длинный-длинный такой вот как кишка туалетик. А теперь мы имеем огромное пространство, вдумайтесь, да, почти 30 метров, в котором стоит куб функциональный, к которому можно с каждой стороны подойти. Вот, допустим, вот этот шкаф, это постирочная. Причем тут нет стиральной машины. Пока нет, но у новых хозяев она, безусловно, будет. Причем сделано все так, чтобы поставить и стиральную машинку, и сушильную. Сейчас немножко гештальта. Одна минутка. Я все время удивляюсь, почему люди не используют сушильные машины. Надо, надо, я тоже знаю. Ведь это так логично, это так просто. Вместо вот этих ужасных рогатуль, которые перед нами сушатся постоянно, они визуально некрасивые, они занимают, вдумайтесь, 2 квадратных метра жилой площади, за которую мы платим огромные деньги. И плюс они не очень хороши для экологии, для экологии, для здоровья, когда можно просто на полквадратных метра поставить сушильную машину и сразу отправлять всю сушку. Ну, проблема в том, что просто это дорого. Рогатуля стоит 2 тысячи рублей, а сушилка 80. Вот и поспорю. 4 тысячи рублей стоит 2 квадратных метра в среднем. И эта рогатуля за 5 копеек занимает почти полмиллиона ваших средств. А тут, если пересчитать полметра, это намного меньше, 4 раза меньше. Лучше уже купить машинку. Дальше здесь есть один маленький секрет. Давай. Я очень не люблю визуальный шум. И для меня вот эта зона прихожей, это всегда такой раздражающий фактор. Я всегда закрываю зону прихожей дверью, причем не именно дверь входную, а оставляю небольшой тамбур. Это полезно и как звуковой барьер. И плюс это эстетически очень такой ценный момент. Ты закрываешь все атрибуты, связанные с прихожей. Обувь, которую ты снял, какие-то щитки, что-то еще. Вот в данном случае у меня здесь заложена балка, все подготовлено для того, чтобы повесить штору. Я просто этого не успела сделать. Причем шторы я всегда вешаю с тефлоновой пропиткой. Это можно купить в любом тканевом магазине. В любом магазине, где продаются шторы. Просто это будет ткань для улицы. И тогда у вас будет прекрасная и акустическая защита, и визуальная. Вы можете раздеться там. Допустим, с собакой пришли с прогулки, обувь бросили. Дети что-то, самокат привезли, все это осталось там. И автоматически это пространство становится жилым. То есть это уже не прихожая. Это уже жилая комната на все четыре угла. Это круто всегда работает. Плюс мы теперь уже перешли плавно в зону кухни. Да, значит кухня у нас вообще то, что она близко к коридору. Не назовем ее кухней в коридоре, да, но она прям вот здесь. И она больше как такое техническое пространство. Понятно, что есть, вот принимать пищу. Ты здесь не будешь только готовить. Да, кухня это техническое помещение для того, чтобы готовить еду. Для меня это очень большое значение имеет, чтобы гостиная, столовая были отдельно. Потому что мы готовим на кухне, а принимаем пищу в другом пространстве. И я вот сейчас уже чувствую, что и у меня есть такая потребность, и у моего окружения, у людей, с кем я общаюсь, разделить обратно, такая тенденция идет. Мы отделяем уже кухню. То есть все, что связано с рутиной, с дневной. Возможно, это последствия лет ковида, когда мы все находились в одном месте и вынуждены были проживать 24 на 7 в одном пространстве. И очень уж хотелось для себя других сценариев жизни. Так тяжело было, особенно у людей, у которых одно пространство и там все. Тяжело было находиться. Без сценариев. Я ставлю свои 5 копеек. Я хочу отметить, что когда сюда попадаешь, из-за того, что в середине стоит куб, ты все время двигаешься и все время оказываешься в новом месте. Это очень выигрышно, как раз таки для того, чтобы спрятаться и сменить картинку. Но при этом ты все равно контролируешь. Воздух у тебя течет, тебе свободно дышится. Все зависит от твоего настроения. От какого настроения так и идешь. Встроенная мебель, как основа интерьера, это очень крутая штука. Давай топ-3 решения со встроенной мебелью здесь, на этой кухне. Ага, рассказываю. Входная зона и шкафы для хранения обязательно ниже внизу. Потому что, когда мы входим, мы, допустим, с улицы пришли, мы сразу поставили свою обувь, и она не мешается. Это очень удобно. Плюс пол с подогревом, она всегда будет сухая. Здесь же сразу хранение для обуви. Это гардероб для обуви и хранение для сумок. Но второй топ этого шкафа, топ решения, в том, чтобы была обязательно ниша на уровне стола помощника. Это консоль, но она же еще и комод. И когда мы входим, всегда же есть, вот куда поставить, пуфик, пол, повесить. Нет, мы ставим совершенно спокойно. Более того, здесь еще и вечерняя подсветка. Прекрасно. Да, вечером, когда нужно побежать, открыть дверь, чтобы не нарушать выработку мелатонина в своем любимом организме. Мы можем включить таким вот движением, касанием. Это, кстати, очень удобно. То есть не выключение, а просто ручку подводишь и все. Здесь же лежат ключики, никогда их не будешь искать. Плюс мы, когда приходим домой, мы, как правило, с сумками с продуктами. Опять же эти сумки поставить временно сюда, раздеться, не разнося грязь туда-сюда. И потом уже начинать перекладывать все в холодильник. Это очень-очень удобно. Плюс я не делаю, обратите внимание, шкафы до потолка в визуально важных ракурсах. В тех ракурсах, которые должны нам дать ощущение свободы и воздуха. Почему я это делаю? Потому что мне надо показать максимальное количество открытого потолка. Только тогда помещение выглядит открытым. И вот на этой входной зоне это важно. Поэтому представьте себе эту дверь до потолка. Ну да, был бы такой более узкий коридор. Да, был бы узкий, а нам этого нельзя. Ну никак нельзя здесь. Тут на одном шкафу только три фишки, но есть еще и четвертая. Мы делаем этот блок на входе контрастным. Весь клуб белый, а вот этот блок контрастный. Потому что он задает весь этот тон. Он рассказывает нам про пространство. Он задает еще и масштаб. И плюс он суперфункциональный. А все остальное мы как бы выключаем. Из этого пространства сразу больше. Чертежи, естественно, твои. Конечно. И, естественно, здесь умное решение – это сделать мебель на заказ. В отличие от многих других ситуаций, когда ты переплачиваешь 30% за нее, казалось бы, ну там в масс-маркете можно купить дешевле что-то. Это тот самый случай, когда для твоей квартиры все идеально подходит, и все решения здесь оправданы. И в том числе 30% удорожание. В этом смысле 100% так. Более того, скажу, при том, что я большой-большой специалист в проектировании мебели, включая работы с великими известными трендами, но я предпочитаю там, где я живу, там, где я делаю сама для себя, делать это с местными производителями, своего рода мишлен. Мне очень нравится, когда вот в том месте, где я делаю квартиры, ознакомиться и привлекать новых подрядчиков. Благодаря вот работе над моим проектом, они для себя какой-то новый уровень и новое качество своей же работы видят. И когда мы уже все делаем, они всегда говорят одно и то же. Ух ты, ничего себе, это же мы сделали. То есть до этого, казалось бы, все было то же самое. Те же шкафы, те же кухни, но никогда это не было так. Вот в комплексе никогда это не создавало архитектура в целом. У меня основа всего интерьера – это подход к проектированию встроенной мебели. Все остальное идет потом, потому что очень многие вещи можно на этой стадии решить, закрыть и уже, по сути, если ты правильно сделал встроенную мебель, ты уже создал готовый интерьер. Ты уже его можешь потом бесконечно количество времени обживать, он уже будет готовый, он уже будет яркий, законченный и очень уютный. Супер. Давай, знаешь как, заглянем в санузел, потому что раз уж мы вот как раз здесь стоим... Да, да. Во-первых, ее не видно, если бы не ручка. Во-вторых, он тут спрятался. Вот знаешь, единственный у меня вопрос – он маленький. Вот. А квартира довольно большая, ну трешка, вот в чем дело. То есть если бы это была однушка 60 квадратов, я бы тебе не задала такой вопрос. Но когда, например, тут живет семья и один малюсенький санузел. Да. Начнем с того, что квартира не проектировалась прям под семью-семью. Квартира нам нужна была для того, чтобы временно останавливаться в Калининграде. Приезжаем иногда мы вдвоем с мужем, иногда кто-то из детей может приехать, дочь здесь останавливается. Когда мы приобретаем недвижимость, когда мы выбираем, начинаем думать о концепции внутреннего интерьера, об архитектуре, о каких-то элементах дизайна, мы всегда думаем, кому дальше она достанется. Мы же понимаем, что мы не мусоли для себя покупаем, мы не будем здесь вечно жить и не хотим здесь умирать. Квартира нам нужна всегда для того, чтобы удовлетворить какую-то потребность на какое-то время, на год, на два, на три. Поэтому я всегда смотрю вперед. Для кого это квартира? Квартира идеальная для пары. Может быть, в возрасте. Если человек в возрасте, по моему личному наблюдению, по моим личным опросам, человек в возрасте предпочтет не ванну, а хороший, комфортный дух. Давай про него поговорим. В данном случае у нас даже есть хамам с индивидуальным подогревом. Это полка. А калининградская погода, она очень даже предполагает пойти погреться в тёплом душе, себе погреть. Это очень удобно. Посмотрите, сколько много плюсов. Во-первых, не вставай, ты можешь включать, переключать душевую. Во-вторых, ты можешь здесь расположиться, как в своём маленьком спа, чего нам никогда не даёт санузел в таком классическом понимании, когда есть ванна, есть створки. Нужно вставать, переходить, что-то брать где-то ещё, размещать какое-то место, где, допустим, для спа вы всё можете поставить. И ты такой думаешь, ой, боже, я сейчас буду это всё доставать, вынимать откуда-то, потом это всё мыть после глины, после соли. Ах, бог с ним, не буду, лучше в баню пойду там, а когда я в неё попаду? А здесь можно процедуры делать, ну, каждый день. Есть полка для мужского органайзера, есть для женского. Вот он, да. Тут масса места. Есть место, чтобы подключить, расположить фен и полочки, где вы можете всё положить, поставить. Вот вы свой органайзер берёте, ставите все свои средства уходовые, намазываетесь, делаете массаж. Можно посидеть, музыку послушать, здесь комфортно. Да, правда, это не в непонятном месте, в ванной и не стоя в душе. Это комфортно. Пойдёте на себе пяточку, посидели. А вот сюда смыли в трап. Да, вот, я хочу как раз-таки спросить про трап, отметить, насколько это удобно, действительно, когда санузел мыть проще простого. Да, это то, к которому я хочу подвести. После этого вы берёте душевую лейку или гигиенический душ и обливаете буквально весь санузел. То есть это не маленький санузел, а это огромная душевая, которая больше, чем любая стандартная. Это шикарная идея. Но хочу что заметить. У меня здесь так же, как и в прихожей, заложена балка. И для любителей всё-таки отделить зону душа, здесь можно также повесить шторку. И внимание, лайфхак. Я не вешаю шторки для душевых. И не очень люблю стеклянные, потому что они, ну, за ними много ухода, они очень быстро приходят в негодность. Благодаря стыкам и так далее. Я вешаю шторы с цифлоновым покрытием. Просто ткань для улиц. И вешаю от потолка на креплениях нормальных потолочных штор, не в ванных, и прямо-прямо в пол. Она просто элементарно душем моется. И раз там в пятилетку, её можно отнести в химчистку или постирать в стиральной машинке. Потом можно также побрызгать средством для ухода для обуви от влаги. Супер. Этот санузел, мне кажется, идеальный пример того и ответ, зачем нужна плитка до потолка. Вот в этом случае у меня не возникает вопроса, зачем. Я поборник чистоты, тотальной чистоты. У мужа в этом смысле пунктик. Ему надо, чтобы всё сверкало, всё было стерильно, чистое. А главное, мы люди занятые. И не очень любим, когда к нам приходят помощники либо какие-то люди ещё в нашем быту присутствуют. Поэтому уборка должна занимать максимум 20 минут. Вообще всего пространства. И всё сделано именно так, для того, чтобы мы могли очень быстро в любой момент сделать генеральную уборку. У нас всё всегда идеально чисто. Ну, как завещала Мария Конда, 20 минут в день на уборку, и всё. Вот у нас в её парадигме абсолютно объект соответствующий. У меня только один здесь вопрос. Гидроизоляция. Во-первых, да, я вижу, что порожек, ну ладно, допустим, если вдруг вода почему-то застоялась, не убежит хотя бы. С натурального камня. Порожки я люблю, чтобы были с натурального камня. Во-вторых, розетки, да, правильные. Ну, это тёплый пол. А здесь есть гидроизоляция? У нас гидроизоляция есть везде. Более того, шкафчик тоже чуть-чуть приподнимается, и там он обработан специальным материалом. Но, кстати... У нас есть? Да. Угу. И он приподнят, видите? Угу. Кстати, это тоже лайфхак. Я рекомендую везде-везде поднимать обязательно на маленькие вот такие ножички. Они в стандарте продаются в магазинах. Приподнимать, не ставить никогда деспей на пол. Потому что любое затопление, любая даже просто влажная уборка, она способствует образованию влажной плёнки, чтобы она не упиралась в деспе. Ни в коем случае нужно обязательно всё поднимать. Поэтому даже если будет плёночка воды, она уйдёт, ножки пластиковые. Ну и сразу отвечу на возражения, которые могут последовать, что это же деспе, да, это хорошее высококачественное деспе. Но эта полка недорогая. И даже если в течение двух-трёх лет что-то с ней произойдёт, ну, стоит буквально пяти копеек. Менять. У меня даже, знаешь, не про неё вопрос, а про дверь. Потому что вот здесь тоже же может всё вздуться. Двери – это самый главный лайфхак. Так. Это просто супер лайфхак. Это мой гештальт. Я сразу скажу, я даже ходила к психологу и психотерапевту разбирать этот вопрос. У меня на протяжении нескольких лет постоянные проблемы с подрядчиком по дверям. Неважно, какой это объект. Будет всё сделано идеально, но двери будут не вовремя, они будут некачественные, они будут какие-то не такие. И, учитывая, что двери для меня – это очень ценный продукт, я в своих интерьерах двери разрабатываю, делаю сама. Они всегда у меня эксклюзивные. В данном случае двери также были заказаны, и абсолютно также были все сроки завалены. Человек сделал их очень некачественно. В итоге было долгое разбирательство. И мы поняли, что там нам ловить и ждать от него адекватно нечего. И я должна была очень быстро придумать решение этого вопроса. Как мне сделать быструю дверь? К тому же они у нас нестандартные. Обратите внимание. Высокие, да. Посадка потолка 2,50, дверь 2,50. Там двери 2,30. Потом заглянили. 2,20, да. Это тоже не 2,10. И я здесь хочу сделать заметку. У нас вот есть такой стандарт. Дверь, нам кажется, должна быть 2,10. И она в стандарте часто 2,10. Но откуда это взялось? Это наши советские любимые СНИПы. Просто это было унифицированное решение. Ну, эфирт, да, начал. Ну, эфирт начал. А все остальные подхватили. Да, а архитекторы по заданию Кручева продолжили все это внедрено. Давай для зрителей поясним, что это разработанные нормы и системы того, сколько помещений, мест хранения, наборов одежды нужно человеку для жизни. И вот есть книжка, в которой прописано буквально все. Типа там три галстука, двое разных брюк. Какой стул, какой стул, какие высоты. Какие функциональные мебели, какие могут быть кровати, какие проходы. Минимально допустимые, кстати, кажется людям, что до острова нужно метр 10. До острова надо 90 сантиметров. Может быть, даже 85. Если это метр или метр 20, это уже не очень комфортно. То есть для нас комфортное расстояние, когда мы один шаг делаем, все. Если это полтора шага с тарелкой, это уже плохо. Ну, эфирт об этих вещах всех как раз нам рассказал. Фактически, это в Библии архитектора, человек, который занимается интерьером. Там очень много информации полезной. Так, 2,10. Оттуда и пошла наша история с дверьми. Мы привыкли, что если пространство 2,50-2,60 потолок, то дверь должна быть 2,10. Все, точка. Но если пространство выше, если оно 2,70-2,80, 3 метра, как мы любим, да, еще наша мечта 3,30-3,50. Обратите внимание, в Альтбау в старых немцах, в старых немецких домах, когда потолки высокие, то и двери высокие. Если потолок 3 метра, то дверь должна быть, ну, 2,30-2,40. А желательно потолок, если есть такая возможность, стена не несущая, это перегородка, это возможно, почему бы такое не делать. Что нам это дает? Беспрерывная плоскость потолка, у нас нет дополнительных теней, у нас нет разрезания потолка на какие-то глобальные части. Класс. То есть это дает больше воздуха, вот и все. Про дверь это спрашиваешь, да? Что решила Таня? Таня подумала, времени нет, деньги уже потрачены, их нам пока не вернут. Если вернут, то только через суды, это не быстро. Надо что-то делать, надо что-то предпринимать. И плюс еще какой момент? Влажная зона, должна быть защита. Что для нас самый доступный материал, самый износоустойчивый и эстетически подходящий под мою концепцию. Изначально предполагалось, что двери будут деревянные. И теперь я даже рада, что я пошла на этот эксперимент, благодаря вот этой вот большой ошибке с подрядчиком. Потому что я точно знаю, что теперь так можно. Я просто взяла два листа ДСП. Склеила кромкой 38. Так. Когда я искала, кто мне повесит их, просто повесят. Я опросила нескольких подрядчиков. Первая сказала, у меня вот два листа ДСП и кромка 38. То есть они развернуты, да? И вот здесь вот шов в серединке. И ты вот сюда вот что-то накрылась. Конечно, конечно. Ну смотрите, какая логика. Когда сделать что-то нельзя, ну по какому-то принципу общепринятому, просто не надо говорить все подробности. И тогда человек не будет знать, что этого сделать нельзя. Он просто это сделает. Потому что первый подрядчик мне отказался. Он сказал, мы 15 лет работаем с дверьми, мы так сделать не сможем. Мы не работаем с дверьми из ДСП. Так нельзя, сказал он. Я говорю, а почему? Ну потому что мы так никогда не делали. Другому я уже так. Я позвонила старому своему подрядчику, и я этого просто не сказала. Я сказала, у меня есть полотна, повесишь мне? Он сказал, повешу. В итоге они пришли и повесили. Прекрасно. Ну плюс мне еще тут какой нюанс был. Мне нужно было сэкономить место. У меня здесь нет фактической коробки. И такое тоже возможно. Вы видите, здесь на усиленную часть шкафа повешена. То есть мы ее усилили, безусловно, часть мы сделали. Но это не полноценная коробка, к которой мы привыкли. И мы сделали просто визуальный вот это. Это просто притвор. Он неконструктивный, он ничего не несет. Это просто планка. Чтобы взгляду было хорошо. И привычно. Не только. Вот смотрите, здесь еще есть уплотнение. Это же все-таки санузел, узбухи. И ненужные там, может быть, влага или что-то еще. Но самой-то коробки у меня нет. Поэтому смотрите, куда-то нужно же попадать собачку. Да, вот этой детали я уже не заметила. Тань, ты волшебница. Это вот просто сделано так. Благодаря этому мы экономим 4 сантиметра минимум. А это очень много, когда дверь небольшая. Потому что у меня не просто задача дверь поставить. У меня еще и задача функционально, эргономично спроектировать пространство, чтобы для всего хватило места. Это же очень важно. Ну, рассказ про санузел еще не закончен. Есть еще один очень большой секрет для маленькой компании. К санузелу примыкает система хранения. Мы ее используем для кухни. Вверху это полочки. Причем они переставляются вверх-вниз, как кому надо. Увеличиваются или уменьшаются высота этих полок. А внизу мы вывели сюда, и мы так делаем всегда. Это коммуникация на боди воды. То есть счетчик стоит на боди воды, и это возможность установить фильтр для воды на боди. Чтобы кожа была здоровая, волосы, одежда, чтобы посуда, вся техника, все смесители служили долго. Такой посерьезней системы очистки. Не просто вот металлический фильтр. И плюс еще здесь канализация выведена с тем, чтобы, если вдруг все-таки куда-нибудь сюда захочет приехать семья, которая любит ванну и не может себя в этом отказать, и это будет дилеммой в пользу покупки, либо отказа, мы оставили возможность сделать из этой зоны спа. То есть здесь, причем это все законно в рамках согласования, потому что у немцев здесь были холодные шкафы. То есть это нежилая зона, и в любой момент собственник может поставить здесь перегородку стеклянную с алюминиевой рамой, представляете себе. И здесь тоже специально так все спроектировано, чтобы все сошлось сантиметра в сантиметр. И представляете, у вас с естественным освещением, шикарная спа дома, с полками, со свечами, с огромными цветами. Маленькая ванна на ножках здесь идеально встает. В этом случае здесь оставляется набор налив через перелив. Мы как бы уходим опять же от лишних аксессуаров. И идеальное пространство для ванны с солью. Больше у меня здесь нет вопросов. Я хотела спросить о другом, но сейчас мне нужно обработать эту информацию. Поэтому пойдем поговорим про кухню. Ну, начинается у нас кухня с прихожей. Как ты уже обратила внимание, сама воспользовалась этим решением. Когда мы приходим положить телефон, ключи, здесь есть полочки с торца кухни. Дальше очень удобно сразу расположен встроенный холодильник. То есть мы приходим, поставили продукты левой рукой, открыли все, поставили. Сумку убрали на полочку, идеально. Здесь у нас с отличным доступом вся техническая часть. Супер. Очень глубокий шкаф в доступе. Регулировка для теплого пола. Все коммуникации можно добавлять, уменьшать. Столешница расширена. Да. Я всегда делаю широкие шкафы. Обязательно, чтобы была возможность поставить инсингератор. Я за экологию, я везде его ставлю, чтобы у нас была чистая мусорка. Мы выбрасываем только стекло и бумагу. Инсингератор. Диспункер, да? Я просто не знаю такого слова даже. Измельчитель. Измельчитель, да. Инсингератор это американский бренд. Это как памперс и памперс. Ксероксы, все ксероксы. Прекрасные варианты сейчас продаются в Леруа Мерлен. Они доступны, они недороги. А плюс от этого великий. У вас всегда в идеальной чистоте этот шкаф. Никогда нет никаких запахов. У вас чистое бедро, у вас чистый пакет с мусором, который можно... Даже иногда некоторые кладут в машину, едут. И забывают. Когда мусорки забывают. В данном случае это не проблема. Можно возить хоть сколько. Плюс еще, в чем у нас особенность Калининграда. Все люди очень подвижные. Мы можем раз и спонтанно собраться и уехать куда-нибудь в область, на море. И остаться там на 2-3 дня. Представляете, когда сухой мусор, в этом вообще нет проблем. Система вас встретит прекрасный аромат по взросшению, а не сами понимаете, что. Вот. Ну и здесь газовый котел с хорошим доступом ко всем перекрывающим рычагам. Система хранения, посудомойка. Кстати, тоже лайфхак. Обычно в своих квартирах у нас всегда 2 посудомойки. Почему? Да, все всегда задают вопрос. Я думаю, что в следующей квартире их даже будет 3. Одна будет в постирочной. Еще дополнительно. Так. Почему 2? Потому что свести к минимуму неприятное пребывание на кухне. И мы очень любим готовить. Мы едим. Плюс мы еще и вегетарианцы. Мы экспериментируем. И это всегда так бывает. После того, как семья поела, у нас есть всегда посуда. У нас есть всегда стаканы. У нас есть еще и кастрюли, и сковородки. Всегда какая-нибудь предательская сковородка остается. Вот когда ты сразу все это кладешь. Допустим, чашки, ложки, всю мелочь в маленькую. А большие элементы посуды в большую. И плюс еще у кого газовая плита, еще и верхние элементы сразу туда спадешь. Помещается все сразу. И тебе не нужно возвращаться вечером на кухню, когда ты уже в отдыхе, в просмотре фильма, в чтении любимой книжки. Тебе не нужно идти с тем, чтобы это достать, это запустить. И гудение. Только один цикл в день. В течение дня ты набираешь все один раз. В общем, все для комфорта. Да, вечером выключаешь, а утром ты оттуда же и достаешь. Мне в этом случае не нужны системы хранения для каждодневной посуды. Они всегда там, всегда хрустяще вынимаются. Дальше у нас такой выездной механизм. Видите, все готово для новой жизни. Все новое. Даже открывашечка. С деревянными вкладками тоже лайфхак. Икея хитрая. Они делают свои вкладки под большие размеры. Поэтому мы подрядчик. Он же также мне этот органайзер отпилил и он поместил. Мы, кстати, такое уже видели. Но это крутая идея. Это очень удобно. Тань, а почему ты отказалась от газов в пользу электричества? Газ на сегодняшний день нам очень нужен для того, чтобы запустить двухконтурный котел. Для того, чтобы все обогревалось. Готовить на газу все в внешних реалиях. Это все равно, как пользоваться утюгом с углями. Есть уже электрические. Зачем нам угли? Это не очень удобно. Все то же самое. Открытый огонь в доме это один. Второе. Очень сложная система с этими штуками, которые нужно мыть. Все это в копоте, в жиру. Второе. Третье. Когда у нас газ, вот эти шкафы должны быть минимум... Говорят 60, нет, минимум 80. И все равно все будет в жирной копоти. Следующий пункт. Если у вас газ, кухня приходит в негодность за три года точно. Но через год она уже выглядит так себе. Все шкафы в окружении. Фасады желтеют, да, вот это все. Задники то же самое. Уже какими-то простыми элегантными вариантами не отделаешься. Нужно постоянно что-то мыть, скрести. Фуга вообще себя ужасно ведет. Когда у нас варочная поверхность плоская, индукционная, либо какие-то другие типы, ничего этого нет. И сколько плюсов? Во-первых, может быть 50 сантиметров до шкафа. 50. То есть это уже больше похоже на жилую мебель, согласитесь. Ну и больше хранения. Плюс. Когда ты готовишь, по статистике мы используем в основном две конфорки. Здесь может уже стоять что-то. Разделочная доска, продукты лежат. Кстати, я недавно узнала, что оказывается последние вот эти поверхности подразумевают готовку на них. То есть это можно как разделку использовать. То есть видите, стеклянные разделочные сейчас все чаще продаются. Да, да, да. Вот нужно смотреть по описанию продукта. Некоторые можно уже и как разделку использовать. А некоторые вообще не готовят. А можно вот сюда так близко ставить плиту к вот этому шкафу? То есть по нормам это разрешено? Нет, нужно конечно же. Если вы постоянно готовите, то лучше конечно сместить. Это безусловно. Но в данном случае каждый миллиметр был на счету. Сместить не представлялось. Возможно выбор перед нами стоял. Либо уменьшить вот это место, разделки. И увеличить здесь. Либо оставить разделку больше. Учитывая, что два человека, либо один в квартире проживает. Скорее всего будут использоваться две конфорки. Но мы все-таки не стали делать двухкомфортную плиту. Мы оставили потенциал. Потому что какая-то конфорка все равно иногда будет задействована. И это допустимо. Для постоянной готовки нет. Лучше так конечно не делать. А нам нужна была вот эта зона для того, чтобы кофемашину допустим поставить. Или блинчики замесить. Или какие-то еще манипуляции сделать. Для нас это было ценно. Да, и ты права. Глубина нестандартная. 75. Ну вы, вот ты очень умно здесь подошла к планировке. Да, хватает для всего места. И самое главное, появился вот этот шкаф. Ты ведь могла чисто теоретически продлить кухню сюда. Но тут, тадам! Во-первых, способ открывания дверцы. Да. Сразу делает это пространство интересным. Да. Плюс, опять же, про мой гештальт в области визуального шума. Я не люблю, когда много наставлено, даже кофемашина сюда приехала, тебя встречает, чтобы мы могли выпить кофе. Так, она бы стояла в шкафу, ее было бы не видно. И вот эта полка для всей бытовой техники. Сюда мы поставили бы комбайн, тут же есть коммуникация. Розетки, да, провели. Здесь бы стоял тостер, здесь бы стоял чайник. Здесь бы стояли все вещи, которые, как правило, где-то хранятся на полках. И мы вроде бы как бы и приготовили печеньки. Ну, вот это вот, как только подумаешь, что это надо куда-то доставать, куда-то ставить, где-то там собирать. Думаешь, а ладно, в следующий раз или в кафе съем. Вот здесь такое не пройдет. Здесь уже все под рукой, все удобно. Более того, я люблю еще сделать так. Выдвигается этот шкаф. Здесь, безусловно, будет что-то нужное храниться. И я сюда кладу деревянную доску сверху, чтобы это было еще дополнительно разделкой перед техникой. А тебе хватит силы направляющих для того, чтобы удержать эту доску и вес? Если это блюн, то вполне себе. Ничего страшного не бывает. К тому же не предполагается, что здесь будет что-то такое. Тесто месить мы здесь не будем. Тесто месить будем, кстати, на стекле. У нее очень удобно, если только она не работает, либо на специальной подкладке. А здесь, ну что, хлеб порезать, переставить емкости. Допустим, одну поставил, другую заменил. Вот эти вот все вещи. Скорее всего, здесь комплектующие для комбайна должны лежать. И какие-то мелочи вспомогательные для техники. Ну, дальше также выдвижные шкафчики. И очень люблю, когда посуда хранится в низком доступе. Вот справа, слева, чтобы не лезть там где-то ее не доставать. Ну да, удобно. Ну и плюс это такой визуальный прототип буфета, который тоже такой своего рода у людей. Списочек есть, виш-листы, да, иметь там подоконники, на которых можно посидеть. Иметь какой-то буфет такой красивый. Ну, отсылка, мечте. Может, знаешь, вот я сейчас через камеру смотрю на то, что ты рассказываешь. У нас такая картинка получается и идеи, и то, как ты выглядишь, и то, как квартира. Выглядит прям вот ты настоящий архитектор, которая о шведском дизайне рассказывала. Прям ты четко, визуально мне сейчас попадаешь в мои стереотипы про архитекторов. Очень классно. Спасибо большое. Про шведский не знаю, но про свой собственный и про русский точно. Кстати, мой внешний вид тоже от творения Калининграда. Это девчонки живут в Калининграде, делают очень красивые вещи, шьют. Тут у них прям классные капсулы, находятся в центре. Обязательно дадим на них ссылку. Хорошо. Друзья, напомню всем, что внизу теперь под видео ссылок не будет. Все ссылки будут в телеграм-канале. Переходите туда, там еще много полезной информации. Поэтому ждем вас там. Я вижу, что это не просто зеркальце. Да, тут у нас и вытяжка спрятана, да, Джана? Да, кстати. И розетки. Везла даже из другой страны, из нержавейки, чтобы полностью было интегрировано. Потому что они, как правило, белые продаются. Какая вообще у меня была идея? Это вспомогательная зона. У нее много функций, много идей. Это может быть место для завтрака. В потенциале я вообще думала эту столешницу сделать поглубже. Либо она может выдвигаться и поставить пару высоких стульев. Но этого руки не дошли. Здесь очень приятно думается, пишется, читается. То есть это может быть полноценная библиотека с большим количеством книг. Мы очень любим читать. Поэтому я предполагала, что эти полочки будут у меня все забиты. А я здесь буду иногда пить кофе и читать книжечку. Либо у меня была еще идея сделать проходную зону в виде небольшого кабинета. То есть убрать эту полку, оставить здесь нишу для стула, поставить стол. То есть здесь можно сделать огромное количество всяких полезностей. Плюс у меня здесь даже пенальчик для констовара. А, вот это сейчас ты неожиданно сделала. Но тут у меня пока свечечки живут. Но это пенальчик, где можно поставить всякие тоже нужные вещи. Да, интересно, что в эту квартиру приходили семья художников. И им очень нравилась идея о том, чтобы здесь поселиться, когда мы выставили ее на продажу. И сразу возникла идея, что здесь будет место скульптурной мастерской. То есть здесь будет подставка. Да, потому что здесь плитка, полки, рядом раковины. Это идеальное место для творческого человека, для того, чтобы любить керамику. Вообще это хобби пространства. Я его так себе назвала. Для согласования в документах это нежилая зона, это зона хранения. Поэтому тут как бы у нас все сходится. И это также может быть гардеробный. Так, хорошо, двигаемся дальше. И я хотела обратить внимание, Тань, на рисунок на обоях. Такие как бы основы проектирования пространства. Немножечко поделюсь профессиональным взглядом или ключиком. Для того, чтобы человека ментально успокоить, мы ему даем акцент, акцентное решение. Плюс хорошо, когда это акцентное решение, какое-то глобальное, которое подчеркивает саму архитектуру этого пространства. Поэтому самая дальняя стена. И в этой комнате, и в смежной, мы туда потом попадем, она акцентная. Так, давай с тобой поговорим про столовую группу. Вообще-то гостиная плавно перетекла из кухни вот сюда. И удобно, что здесь есть и диван, и, казалось бы, ну сколько тут метров? Двенадцать? Здесь, наверное, не-не-нет. Здесь пять, здесь около шестнадцати. Угу. Около шестнадцать. Ну, в любом случае, это не тридцать. Если бы так отдельно считать, да? Ну, кажется, что тридцать. Да, но кажется, что много. Вот, и все, на все здесь места хватило. Да. Дай нам совет про стол и стулья, потому что мы всегда ищем это, как правило, большие затраты в любую квартиру, если не знать каких-нибудь хитростей. Ну, в данном случае здесь была немножко другая история. При проектировании я думала о том, что здесь нужен большой стол для семьи. Тут еще Калининград какой? Когда ты приезжаешь сюда на две недели, вот, допустим, мы приезжаем, или дочь, то всегда встреча происходит. Либо знакомый приходит, какая-то тусовка. Ну, разные события бывают. Либо часто бывает так, что нужно поработать в комфортное место. И я думаю, что стол, раз это столовый, должен стоять посередине. У меня поэтому люстра здесь, видите? Но потом так сложилось, что нам достался чудесный этот диван. Он приехал совершенно нежданно-негаданно. Это самая моя любимая модель. Комфортная для того, чтобы посидеть и поспать. Он разбирается, становится глубокой такой кровати. И он как-то здесь прижился. Он был поставлен случайно, а потом прижился. Чтобы логически обосновать расположение вот этой люстры, мы просто его сейчас убрали, он продан на самом деле. Здесь мы ставили деревянный красивый столик. Тогда как бы логически ты обходишь эту зону люстры, и все замыкается. И плюс здесь также приехала любимая нашей всей нашей семьи кресла. И композиция замкнулась. И, конечно же, мы их всех любим. Сейчас все, кто их узнал. У кого такие же, у кого похожие. Потому что Икеа заглянули в прошлое, скажем прямо, и вдохновились идеями, как они много и часто делали. И кресло, конечно, узнаваемое. Да, узнаваемое, но очень удобное. Кстати, про это кресло интересно. У меня супруг, он корпулентный такой, крупный мужчина. Когда я его покупала, дочери в квартиру, он мне говорил, зачем ты его покупаешь? Им никто не будет пользоваться. Маленькое, неудобное в итоге. Это его любимое. В итоге, это не только его, это всех любимое. Все садятся, сидят только в этом кресле. Оно центр мироздания всегда. Тань, вот как раз хочу в этот угол заглянуть. Я думаю, что на видео даже и незаметно сейчас, что вот это, ребят, зеркало, вот оно. Привет! Дело в том, что ведь в старом фонде часто так бывает. Вот эти длинные, узкие, темные коридоры. И этот угол не случайно с зеркалом, да? Да, абсолютно так. Но тут есть еще один момент. Во-первых, это дымоход. У немцев это был дымоход, это была печка. Сейчас оно не работающее. А выступ остался, разобрать мы его не можем. Не могли. Потому что какая-то часть рабочая для соседей. Поэтому в потенциале, если бы не хватило мест для хранения, я бы сделала здесь еще дополнительный шкаф с полками, с задником, с зеркалом. Либо потом впоследствии решили оставить так, потому что это очень полезная вещь. Когда ты входишь в квартиру, входная дверь как раз в этой зоне. Да, вот она там, зоны. Или уходишь. Ты можешь на себя посмотреть в полный рост. Это очень комфортно. Это создает ощущение безопасности. Проходя еще мимо туда-сюда, ты на себя так поглядываешь. И это создает всегда праздничное настроение. Потому что мы все же люди себя любят. Почему вы не увидите? Сейчас туда пойдем. Еще момент. Давай. Оптически стена увеличивается. И монохромная, и цветная. То есть этот угол так преломляет, создает увеличение двукратное пространство. А, я еще хотела спросить, зачем здесь разные обои. И теперь до меня дошло. Потому что в отражении не длинная зеленая стена, да? Да. А, меняется цвет. Вау. Да. Плюс, когда сложные интерьеры такие разные бывают, для нас важно, чтобы был ритм и ритмичность. Интерьер аритмичный. Он нас как бы заряжает энергией, создает такое волнение внутри. А когда есть какая-то полоска, либо циклично повторяющиеся предметы, это создает ритм. И тогда мы успокаиваемся. Это как в музыке. Раз такой акцент, потом раз успокоились. Припев спели. Это вот припев. Ты просто богиня архитектуры и дизайна. Спасибо тебе, что ты это рассказываешь. Спасибо. Пойдем вот в эту комнату, да? По порядку, да. Что это за комната? Ну, понятно, уже по кровати мы догадались. Телефоны все вставляем здесь. А зарядка есть? Смотрим. Так. И свет выключается. Прекрасно. Прям в шкафу. Да. Все гаджеты, все-все-все. И все для хранения сразу под рукой, когда выходим. Косметика, что-то еще. Так. Что хотелось сделать в этой спальне? В этой спальне хотелось уютно спать. Уютно спать, уютно отдыхать. Мы сейчас с тобой зашли сюда. Здесь даже звук стал глуше. Потому что, во-первых, это просто чудесный, невероятный двор с обилием зелени, сумасшедший. С вами весна, пока не распустились листочки. Но здесь какая-то флора, фауна невероятная. Здесь прилетают птицы, которых я даже не знаю, какие они, откуда и почему они здесь живут. Мягкие текстуры, которые гасят все звуки. Приятные образы. Текстиль создает атмосферу покоя, уюта, созерцательности. А вот мне часто говорят, что я сделала темное пространство для того, чтобы было чуть-чуть как в берлоге, чуть-чуть так вот поуютнее, чтобы спать было легче. А у тебя абсолютно белая спальня, чтобы просыпаться было легче. На самом деле здесь есть насыщенные глубокие акценты. Опять же, вот обратите внимание, становая переходит мягко в спальню и создает ощущение единства. Кстати, это еще одна фишка. Видишь, вот ты там стоишь в углу, ты это должна почувствовать на себе. Когда есть такой элемент акцентный, он идет по одной-одной стене, ты сразу уже теперь воспринимаешь целиком не одно помещение, а всю квартиру в целом. Тебе же кажется, что все пространство квартиры это одно целое большое пространство, просто в которое поставили небольшое количество перегородок. Я прям не поленюсь, пойду покажу, что вот мы посмотрели, проходим дальше, и хоп, стена продолжается. А все остальное просто подыгрывает этому. Все остальное уже кажется, что временное. Вот есть основа, это большая комната, огромная, в которой есть какие-то временные факторы, которые ты можешь менять. Твоя жизнь меняется, и ты все можешь менять. Как бы это такое обещание потенциала. Мне кажется, это здорово. Обычно, Тань, мне пишут в комментариях сразу вопросы, я давай их задам, не потому что ты такая вредина, да? Потому что, первое, где изголовье? Нет. Вот из практики. Почему? Ну, не было задачи его ставить сразу, а потом уже и руки не дошли, вот и продали квартиру. По идее, оно планировалось, видите? Розетки разнесены, поставлены повыше, чем обычно, обычно мы их внизу. Это говорит о том, что планировалось большое, длинное, текстильное изголовье. Но я бы его в любом случае делала контрастный по цвету относительно базы. То есть база у нас такая калмариновая, бирюзовая. А изголовье я бы сделала таракотовое в контексте стеной. Либо я думала, это может быть плетеное. И я даже нашла очень-очень классную крутую подрядчика, девушку, которая здесь в Калининграде оплетает металлические каркасы. Я подумала, что это может быть плетеное изголовье, чтобы у нас был отсыл в этот райский сад. Кстати, квартира называется «Цветущий сад». Класс. Я всегда даю имена своим квартирам. Так, продолжаем вредные вопросы. Шторы, тюль лежит на полу. Это вот прям некоторых сильно раздражает, я тебе честно скажу. Мне тоже это не нравится почти никогда, но здесь почему-то вот так душа спела. Во-первых, ковролин, и здесь только пылесос живет, и ничего страшного не будет с тем, что швабра вдруг испачкает. Я подумала, что для такого состояния релакции спа вполне себе приятный образ рождает. Вот это вот как бы ниспадающая ткань. Подрезать можно всегда. И третий вопрос. Белый радиатор. У меня к нему вообще ноль вопросов. Чтоб ты понимала, вот сюда заходишь, я бы на него даже посмотрела не сразу, потому что он большой, в размер окна его даже не видно особо. Но опять же, пишут некоторые «Ой, нет, никогда не оставлю» или «Ой, нет, почему не покрасили, почему не спрятали». Короче, что только не пишут. Ну, как сейчас принято, все отсылаются к терминологии из клинической психологии. Все это касается личных гештальтов каждого человека, который так говорит. Это неплохо, нехорошо. Значит, у человека с образом этой батареи связано с что-то очень нехорошее. Возможно, была некомфортная квартира, где он жил, и там батареи было прямо видно. Возможно, ассоциируется с общежитием, когда штор не было, окно было оглено, и жизнь была не устроена впроглоть по талонам, или там что-то еще плохо складывались обстоятельства. И так устроен наш мозг, что он вырывает какие-то символы, которые, казалось бы, не связаны вообще с твоей жизнью, с твоим сознанием, с твоими эмоциями, с реальностью вокруг. Но почему-то именно этот образ тебя траморит. Главное, что по этим принципам мы и создаем, и декорируем наше пространство для жизни. Вот просто задумайтесь, когда мы начинаем ремонт, когда мы покупаем квартиру, ее меняем, когда мы что-то вообще меняем в нашей жизни, мы переезжаем, снимаем что-то. Наверняка что-то происходит. У кого-то кто-то родился, возможно, кто-то развелся, возможно, кто-то женился, возможно, какие-то обстоятельства, которые нас заставляют переехать, и часто это положительные, а может быть и не очень. И вы же выбираете пространство под свои задачи. Мы не недвижимость покупаем, не ради недвижимости, не ради кирпичей, а ради того, чтобы на будущее решить какие-то свои вопросы. Новую жизнь построить. Чтобы изменить свою жизнь. И мы это делаем с мечтой о будущей жизни. А мечта о будущей жизни это наверняка о лучшей жизни. Поэтому для нас важны образы, которые мы вспоминаем в хорошем своем настроении, в хорошем состоянии. Когда мы где-то выиграли, когда мы что-то победили, когда мы как-то победили. Удачились, получили диплом. И вот именно вот эти образы, причем это не конкретный диплом, понимаешь, не конкретно медаль. А скорее всего, когда тебе вручали диплом, было лето, а потом мы поехали праздновать, и было чудесное настроение, хорошая погода, река, и лилии плавали, а мы купались. И вот эта вот фотография или картина с лилиями, художника прошлого века, но в кабинете, где ты работаешь над новым проектом, и тебе надо зарядиться на будущее положительными эмоциями, ощущением, что ты герой, ты победитель, ты доводишь дело до конца, так вот эта вот лилия художника, который ее написал сто лет назад, тебе и сегодняшнему даст такой положительный заряд, благодаря которому ты победишь всех. А, до мурашек. Да, вот именно так декорируется пространство. Это не про декорчики, которые привез декоратор на основе своих мыслей. Это человек, который пережил свои образы, только он может выбрать правильно. Важно, кто ему правильные вопросы задаст. Вот здесь мы ставим лайк, записываем этот совет себе на подкорку для того, чтобы выбирать что-то. У меня два вопроса здесь осталось. Первое, это портал, входная дверь. Ты его так отделала деревом, необычно, что вот оно обращает на себя внимание. Та же самая хитрость с дверьми, да? Да. Вообще двери, это моя история. Двери я люблю. Двери для меня целый рассказ всегда. Через двери мы попадаем из одного пространства в другое. Двери это некий портал. Такой магический, я бы даже сказала. Дверь часто может быть основой интерьера. Вообще, вот можно ничего иногда не делать, не делать никаких акцентов, сделать акценты только на двери. Когда они действительно в правильных местах, правильные по масштабу, и они могут быть как украшения. Это очень сродни моде. Вот минималистичный совершенно дизайн, но какие-то вот украшения или какие-то детали, или оправа очков прям сразу держат образ. Вот двери делают все то же самое в интерьере. Это очень важная вещь. Плюс, можно на всем экономить, но на фурнитуре дверей экономить нельзя, потому что это одна из немногих вещей, которые мы трогаем постоянно каждый день по нескольку раз. То есть, может сломаться что-то, может быть что-то недоделанное, но это должно быть все идеально. Это тоже как в машине. То есть, все системы и механизмы должны быть идеальны. Все. А по поводу эстетики здесь история такая. Изначально я планировала монохромные двери акцентного цвета, возможно бордового, прямо до потолка. Но все это не сложилось. И я стала пересматривать. Может быть, дверь, думаю, я не захотела быть такой, значит, она захочет быть другой. И стала к себе прислушиваться. Дальше я уже пошла по ситуации, придумала эту концепцию двух склеенных ДСП полотен. И поняла, что на тот момент нам не хватило обклейки. 38. И мне надо было подбирать. И мне, да, тут плюс. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В книге вся королевская рать. Там главный герой говорит, все хорошее происходит из плохого. А все плохое из хорошего. Вот в моем случае из плохого произошло хорошее. По тону я не могла подобрать. Это был бы некрасивый унисон. Полтона здесь не подходят. Это уже целая лекция про сочетание цветов и фактур. Поэтому что нужно сделать? Нужно поработать на контрасте. Я просто выбрала кардинально другое, но то, что уже вписывается в всю концепцию квартиры. У меня есть деревянные подоконники. И обклейку мы тоже выбрали деревянную. Ну, а это, в свою очередь, потащило за собой обрамление. То есть мы визуально создаем область ряда подоконника, чтобы у нас тоже не было вот здесь какой-то раздробленности. И оставила бордовую прожилочку, чтобы усложнить образ двери. То есть у меня получилось... Обоим подыграло, правильно? Мы создали один и тот же ансамбль. Пускай даже уже не монохромный, а такой более натуральный. В концепцию квартиры это очень подошло. Мне очень нравится, что одноличники деревянные, их можно трогать. Это очень приятно. И последний вопрос. Я понимаю, зачем в коридоре шкафы с открытым хранением снизу? А здесь зачем? Примерно все то же самое. Во-первых, у нас пола больше визуально, у них потолка. Самое главное, что те полки, которые у нас в шкафах внизу, когда мы их открываем, они всегда у нас второстепенно по использованию. Там у нас какие-то короткие стоят, обувь может быть, какие-то вещи, которыми мы не постоянно пользуемся. И просто они тут не нужны. У нас достаточно много систем хранения по квартире получилось с тем, чтобы забрать отсюда драгоценные эти сантиметры. Плюс какие-то тапочки все-таки там могут стоять домашние. И это будет очень мило. Туда можно еще подсветку вечернюю поставить. Не поставлено, но это возможно. А тут, как правило, мы пользуемся то, что доступно вытянутой руки и верхняя полка. Плюс, когда у нас есть антресоль, и там все лежит, чтобы залезть на антресоль, что мы делаем? Стульчик приносим или какую-то лестницу, карабкаемся. А в данном случае у меня просто органайзеры, которые стиль задают и удобно в использовании. Мы просто сняли, поставили на кровать, перебрали то, что нам нужно и обратно отправили. Вот. И если вещей не много, много книг, там могут жить книги. Художники, кстати, там планировали в классе картины делать свой архив. Плюс у меня обязательно есть еще такие функциональные всегда пеналы. и здесь я хочу обратить внимание. Тоже всегда всем рассказываю, делюсь опытом, советом. Обязательно на уровне консоли должна быть толстая и более глубокая полка. Остальные полки мы всегда зауезжаем, занижаем, чтобы вещи складывались в один-два уровня и были всегда в доступе. Чтобы мы могли эту вещь взять, вот здесь что-то для себя перебрать, сложить и положить, чтобы мы не брали и не бежали куда-то. То есть она не должна быть занята, это просто для комфорта. Здесь можно один слой вещей поставить, это могут быть сумки, это могут быть те же книги, либо что-то сложено, но какая-то часть столешницы всегда открыта. Ну и внизу точно так уже. Супер. Мы сейчас пойдем в другую комнату, но мы когда вначале пытались открывать шкафчики, не заглянули в тот, который является прихожей. Пойдем по дороге туда посмотрим. Вот эти? Да, ну один мы знаем уже, да, технический. Который даже кажется, что и не шкафчики, а просто продолжение стены. Здесь, да, без фурнитуры, без всяких ручек, чтобы не цепляться на проходе. Это очень удобная система с такими выдвижными фиксаторами. Что у меня здесь? У меня здесь гардероб верхней одежды, и он статичный по диагонали. То есть что я делаю? Я просто заблокировала дверку, вернее, я ее не делала, просто панель смонтировала жестко, и вышала, поставила вертикально. А, то есть вторая часть не откроется. То есть, а какой смысл, когда мы открываем и вешалка вертикальнее, какой смысл это открывать, это даже неудобно. Да, и у нас все время вот это вот, я не люблю узкие шкафы, потому что они всегда наполнены, и всегда одежда не дает закрываться. Да. А ты просто ее прикрепила. Да, и я этот прием достаточно часто использую. Допустим, когда мы делаем какие-то апартаменты или гостиницы, и там же какая фишка, чтобы было минимум фурнитуры и таких вещей, которые ломаются. То есть, вот представим, что мы просто убрали эту дверь, и ее нет. Это прекрасное, тоже хорошо, прекрасное гардеробное, да, туда можно все вещи повесить. Тут вот тоже я из какой-то поездки везла с собой в самолете вот этот вот прям классный крючок, мне так понравился. Можно что-то повесить, сумочку, тоже калининградский бренд. Тань, последнее, перед тем, как пойдем смотреть гостиную, картина. Я на нее, конечно, сразу при входе обратила внимание. Так и задумана, она так и должна тут стоять? Нет, она временно стоит, она мне нужна была для цветового решения, для цветовой гаммы. На самом деле, она, если бы здесь прописалась и жила, смотрелась бы великолепно. Но учитывая, что это копия очень известной работы, тут есть секрет. Я была в приятельских отношениях с художником, который был начинающим копеистом, и это были его такие первые работы. Художник был бедный, у него было одно полотно, поэтому он написал мне картины известных художников. Пикассо «Голубой период». Я иногда вешаю у себя, когда гамма такая прохладная, а девушка вот пришлась ко двору в этом интерьере. Видите, я просто сделала такую раму, где, ну, это обычная рама, у нее просто фиксаторы вот такие отгинаются, и ты можешь просто ее то так, то так менять. Слушай, ну да волшебно прям. Походит для этого, но художник был бедный. Что поделать? Ну что, пойдем? Знаешь, какой у меня сразу вопрос? Вот пока я не вошла, вот здесь пол меняется, везде кафель, а здесь на дерево поменяли. Почему? предполагалось, что это гостиная, либо другая, просто по настроению комната, и, соответственно, я люблю натуральные материалы. Если вопрос про кафель, то кафель у нас закрыта та зона, которая наиболее подвержена воздействию, влажная зона, там, где мы можем пройтись в обуви, верхней обуви. Я не сторонник того, чтобы дома не разуваться, я все-таки люблю ходить босиком, и характеристики тактильной, интерьер для меня имеет большое значение. Подожди, я тебя тут остановлю, я специально для зрителей, которые пишут, для съемки. Гневные комментарии про неуважение к зрителю мы обулись, вот, понимаете, мы вас уважаем, так что все в порядке. Это, кстати, очень важно, потому что ноги, как бы оголенные, это все-таки действительно достаточно интимная история, лучше, конечно, когда официальный прием, когда гости приходят обуваться и иметь красивые тапки, желательно, чтобы они к интерьеру подходили. Посмотрите в историю, вот еще со времен, это всегда было, всегда люди, стремились, во всяком случае, интеллигентное сословие выглядеть соответственно своему интерьеру, и те домашек, те известные, когда он делал архитектуру интерьера, разрабатывал даже для хозяйки облачения, там он свидетельствует. Интерьер это продолжение личности, это безусловно. Кстати, по вашему интерьеру можно гадать, как на кофейной гуще, раз все узнать, все увидеть, все понять, поэтому очень важно, да, соответствовать. Вернемся к вопросу, для меня, конечно, важны тактильные ощущения, и люблю ходить босиком ногами по натуральным материалам, и если есть возможность положить натуральный камень, натуральное дерево, натуральный текстиль, конечно, я это предпочту, но в любом случае, это точно, я нигде не буду использовать ламинат, ламинат для меня табу. Если в интерьере должно быть дерево, то это должно быть дерево, если это пластик, то это пластик, если это керамика, тогда это цвет керамики, но не под натуральный камень, если я хочу натуральный камень, то это будет точно он, а не плитка под него. Но у меня вот так устроено. Я думаю, что достаточно материалов, естественных по своей фактуре, естественных своей природе, достаточно их для того, чтобы создавать уникальные пространства. Я не за имитацию. Принято. Можно, да, со мной, можно меня казнить. Я всегда спрашиваю про диваны, в хорошем, что у меня травматичный опыт жизненный. Из Икеи один облез, с диван ру оказался дико неудобным. Тут на даче очень маленький, потому что не вписывался. Но у тебя диваны, я, конечно же, хочу знать, откуда они, но они совершенно необыкновенные. Что это вообще за чудо такое? Так, по поводу твоих диванов, наверное, я тебя так же посоветую, как с моими дверьми пойти к психотерапевту. Да, да, это точно. Это, вероятно, как-то тоже гештальт, судя по всему. А про мои диваны, это невероятная история. Мои диваны, это наше хобби, наше семейное хобби. Мы коллекционируем старую Эдру. Может быть, не все знают слушателей. Даже я не знаю. Это известный дизайнерский бренд итальянской мебели, с которым сотрудничают все мировые известные звезды в предметном дизайне. Каждый предмет дизайна, каждый предмет мебели, каждый диван, это произведение искусства, это шедевр. Тогда покажи вам сейчас поподробнее. И мы с мужем собираем, мы на просторах интернета выискиваем БУ, старые винтажные вещи от этого производителя, и даем им новую жизнь. Мы их восстанавливаем, реставрируем, обтягиваем, сохраняем. Иногда они остаются в наших интерьерах, иногда продаются, иногда с нами путешествуют. У нас сейчас два совершенно уникальных экземпляра. Вот этот диван еще в другой локации стоит, который мы просто наслаждаемся. Непростой диван. У этого дивана есть хитрости. У него подвижная. А, да, сзади какие-то металлические детали. Я даже не поняла. Ну, конечно, что это... Из него можно делать, как из конструктора, совершенно разные вещи. Это может быть отдельный элемент, который разделяется на софу и прям кресло, в котором удобно читать. Вот это вот изголовье можно передвинуть, приставить сюда вот эту часть. И это будет полноценный угловой диван. Супер! У него есть рычаг снизу. И вот эта часть может быть повернута и быть полноценной софой на одну длину. То есть вот его сформулировать по-другому и перевернуть. Вот эта вот штука точно так же кружится вокруг периметра. И с него нужно сделать как минимум 15 разных моделей дивана. Мне удивительно тогда, почему они так вас заинтересовали. Как бы идея на 100% лекарства. Да, здесь не по лиде. И когда я отвозила этот диван на перетяжку, мы просто его перетянули, он, конечно, ткань уже была в таком состоянии, это на фабрике произвело фурор. Потому что когда разобрали эту модель и увидели конструкцию снизу, то как бы ничего подобного ни в интернете, ни у каких-то производителей. Производственники вдохновились, решили сделать нечто подобное, но ничего не вышло. Абсолютно кастомный механизм, который проработал уже почти 20 лет. Эта серия диванов уже давно-давно не выпускается. Это реально ограниченная серия была и осталась. Он у меня стоял всегда угловым, но я уже его как бы по-разному здесь трансформировала. И в зависимости от функции этого помещения его можно и собирать. На нем, кстати, очень комфортно спать. И во всех смыслах молодец диван. Диван вообще просто, просто шикарный парень, наверное, парень. А по поводу диванов в целом, я свои диваны проектирую сама, свои интерьеры. В Калининграде есть потрясающих пару производств, в которых можно делать все, что ты хочешь. Диваны мы делаем под концепцию интерьера, под настроение, под размер. Просто поскольку я очень-очень на многих фабриках была в разных странах, на которых производят самые крутые диваны мировые, я примерно понимаю, как это устроено внутри. Я всегда слежу, чтобы все было так, как я привыкла. То есть я даю точные технические задания, как оно должно быть, в зависимости от пожеланий. По мягче, по упруге, пожестче, по эргономике, по расстоянию. У меня достаточно много опыта. Напомню, что твои контакты будут внизу под этим видео и к тебе можно обратиться по разным вопросам. Ребят, не упустите момент, если у вас такие вопросы есть. Тань, давай еще поговорим про подоконники и про откосы, потому что это, во-первых, большой серьезный вопрос, а во-вторых, у тебя везде сделано все одинаково. Я уже, конечно же, присмотрелась. Подоконники деревянные. Лайфхак такой. Если вы хотите эти классные новые эксклюзивные подоконники, не надо выдирать старые. Просто накладываем наверх. Да ладно? То есть тут, кто у нас внутри есть? Конечно. А зачем нам нарушать мостик холода, создавать какие-то риски для того, чтобы что-то затекало, протекало? Просто наверх. Даже если я делаю каменные подоконники, я просто каменную столешницу кладу наверх. Иногда максимум это мы обрезаем циркулярочкой выступающей части. Все. Не надо нарушать то, что уже сделано хорошо. Единственное, если есть проблемы, есть смысл перебрать. А если все сделано хорошо, не надо это делать. По поводу текстур. Можно обратить внимание, пока мы здесь стоим. Я люблю очень. Я за все натуральное, как вы поняли. Поэтому я не люблю таких яичных, идеально ровных стен, которые прям вот вообще ровные-прировные. Иногда они оправданы, но в данной квартире мы про лес прекрасный, мы про природу, мы про натуральную текстуру, фактуру. Здесь всякие выемочки, дырочки. Но на контрасте с ровной стеной это выглядит очень классно. Главное правило, чтобы не все было такое рыхленькое, если мы говорим о современном каком-то формате интерьера, контемпорарии, либо функционализм, чтобы это не значило. Желательно, чтобы была плоскость ровная и какая-то рыхлая поверхность рядом, чтобы был такой правильный контраст. Это тоже секрет. Да. И ты мне его уже рассказала, поэтому я прям хочу, чтобы мы в завершении уже нашего видео просто еще раз, по-моему, взорвали этой историей. Давай. Да, да, да. Квартира, когда была куплена, она была в состоянии весьма плачевном. Это прямо плачевное, приплачевном, топ плачевных состояний. И мы, конечно же, разбирали все конструкции, отдирали всю штукатурку, демонтировали полностью полы, потолки, вообще снимали стяжки. И когда дело дошло до этой стены, я поняла, что там все-таки скрытая амфиладная дверь. То есть в старых немцах это обычная история. Я ее пропагандирую в новых квартирах. Это очень важный элемент, особенно после того, как жизнь наша поменялась, и мы поняли, что нам важно иметь разные сценарии нашей жизни в одном пространстве. И амфиладная планировка это выход. Я сейчас объясню, почему я отхожу. Давай, говори. В общем-то, это проем между двумя комнатами, которые был проемом. Вот он, да? Я, например, для своей жизни я бы оставила его проемом. Я бы оставила двупольные двери, две двери, и у меня бы осталась возможность объединять два пространства. Но поскольку в данном случае запрос был другой, две абсолютно тотально изолированные комнаты, мы поставили просто в этот проем двустороннюю полку, которая проем закрыла, плюс дала дополнительную функцию. Но при желании полку можно убрать. Причем тут хитро все продумано, сейчас вам расскажу. Это легенькая конструкция? Это легенькая конструкция, склейка. И плюс уплотненный вот такой вот наличник с перепадом в расстоянии. Именно поэтому полка выглядит такой вот сложной и дорогой. Дешевая, она выглядит такой вот именно сложной, пропорциональной, при этом закрывая все стыки, все отверстия, несовершенствия стен и так далее. Тань, ну великолепный, увлекательный, полезный, вдохновляющий рассказ. Я готова рассыпаться комплиментами. В конце видео обычно герои всегда дают совет о жизни или о ремонте. Но о ремонте не так интересно, мне кажется, кладезь всего очень такого вдохновляющего, поэтому давай. Дам вам совет из практики. Обязательно используйте сушильные машины, не стесняйтесь, не бойтесь всех, сэкономите место, сэкономите время, ставите их очень удобно через поддончик ровно на стиральную машинку, не потратив ни сантиметра полезной площади. Второе, обязательно рекомендую всем пользоваться энсенкиратором, измельчителем мусора и отходов, экологией, экономией времени и массой приятных эмоций вас ждет. Это очень классный, полезный, вещь на кухне must have. Спасибо большое. Таня, оставляю ссылку на тебя внизу. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok